Всем привет, мои хорошие! Сегодня Таро Арканум и Таро Монара раскроют нам вопрос правды у вас. Та правда, которая в его голове. То, как он вас видит, то, как он вас оценивает, без прикрас. Конечно же, на то она и голая. Правда такая, какая она есть. Ну и, конечно, давайте, начиная с сигнификацией, мы начнем смотреть данную тему. Итак, что происходит в отношениях на данный момент? Я хочу сказать, что в ваших отношениях, даже если вы сейчас стали хуже общаться, даже если между вами непонимание, здесь карты показывают, что высшие силы, жизнь, вам в ваших отношениях может предоставить еще один шанс для того, чтобы договориться и для того, чтобы быть счастливыми. Кстати, здесь мужчина рассматривает тот самый шанс для себя, по которому, чтобы у вас вместе с ним все было хорошо. Вас это не устраивает. Здесь вы для себя четко понимаете, что то его предложение, которое он может озвучить или уже озвучивал, вас не устраивает, потому что в вашей голове выбор. И вы четко понимаете, что есть один вариант, который предлагает мужчина, а есть ваш собственный, ну, который вы тоже для себя рассматриваете. Давайте мы вашу позицию здесь побольше раскроем. Вы тот человек, который нуждается в ласке, вы тот человек, который нуждается в заботе, вы тот человек, который хотел бы купаться в любви. А мужчина, кстати, более здесь прагматичный. Ну, видимо, в этом немного и не состыковка. Хотя земля с водой, мы знаем, прекрасно дружит. Но вы более здесь такой, знаете, эмоциональный человек, нежели ваш партнер. Да, вам хотелось бы быть для него звездой. Да, вам хотелось бы, чтобы он видел вас, ту женщину, на которую бы он любовался, на которую бы он смотрел, и чтобы больше ему ничего в этой жизни и не нужно было. Да, это ваша правда такая, это ваша справедливость, но только вас расстраивает, что, похоже, вы здесь вот в плане интереса, да, вашего мужчины, вы не одна. Здесь может быть и фактическое наличие и присутствие другой женщины, но также здесь может быть, что мужчина вас просто элементарно сравнивает. с другими женщинами. А вот у нее, я не знаю, там волосы более длинные или более короткие. А вот она носит платье, юбки, а ты только брючные костюмы, да, что-то такое более строгое. И вот этот дефицит внимания со стороны вашего мужчины, не такой, как вам хотелось бы, конечно, здесь вас расстраивает. Поэтому здесь цель для вас, как для женщины, это быть единственной и неповторимой у вашего мужчины, исключая моментов сравнения и тем более исключая моментов наличия других женщин. Здесь ваш урок, урок разочарованием, понять простую истину. Давайте мы посмотрим, что вы должны посредством разочарования понять. Не все, к сожалению, согласны с тем, что уроки должны быть болезненные. Но смотрите, как мы можем понять какую-то вещь, если мы ее не пережили или не пропустили через себя. Вы всегда должны знать, что если бы не было зла, мы бы не знали, что такое добро. Если бы не было тепла, мы не знали бы, что такое холод. Так и в уроках, прежде чем сделать какой-то вывод, мы должны сравнить, чтобы мы именно для себя сделали тот самый вывод и получили нужный урок. В чем ваш урок здесь разочарования? Когда ждешь, что мужчина будет действовать сам, будет действовать первый и всю ответственность будет брать только на себя, здесь постигнет большое разочарование. И, как я уже говорила, вы более эмоциональный и более такой вот нежный, воздушный человек, нежели ваш мужчина. Конечно, вот находясь в таких энергиях, когда женщина говорит, я девочка, я слабая, мне нужна забота, мне нужна ласка. И ожидающие действий, шагов от мужчин, она зачастую сталкивается с тем, что далеко не все мужчины могут соответствовать ее критериям и ее собственным представлениям о том, какой мужчина должен быть. Мужчины бывают разные. И здесь больше мы видим прагматика мужчин, который свои шаги делает посредством выгоды какой-то, посредством того, что мне это будет удобно, мне это будет комфортно. И вы не чувствуете от этого мужчины идею того, что вы та самая женщина, которая ему очень-очень нужна и от которой он отказаться никогда не в силах. Урок здесь в том, что вы должны понять, что не всегда мужчина может быть движущей силы. У нас современный мир. И сейчас по факту, пусть мы женщины и слабее физически, но мы должны понимать, что наша физическая слабость компенсируется нашим эмоциональным, и нашей эмоциональной стойкостью, мы гораздо более психически выносливые, нежели мужчины. Равенство – равенство, правильно? Мужчины сильнее физически, вы сильнее эмоционально. Точно так же женщины сейчас вполне занимают руководящие должности в очень крупных корпорациях. И их нисколько не смущает, что роль руководителя, роль ведущего человека занимает женщина, а мужчины у нее в подчинении. Почему мы в таких ситуациях считаем, что это правильно и это справедливо, а если касается межличностных отношений, очень часто мы считаем, что мы женщины, мы слабые, значит, мужчина должен прийти, взять за нас ответственность, и все, мы девочки, мы на ручках посидим. И часто вот от такой позиции и возникают разочарования очень у многих женщин. И только ровно те женщины, которые начинают понимать, что как минимум должно быть равноправие, как минимум наши отношения должны быть уравновешены. Ты мне одно, я тебе другое. И тогда мы вместе сила. Только тогда начинается к женщине, ну, женщина становится в такую позицию, когда к ней начинают притягиваться партнеры, которые как раз-таки могли бы ее дополнить, да, вот ее силу усилить своей силой, компенсировать то, что ей не хватает. И уроки зачастую, почему мы обижаемся на партнеров, мы видим часто в них отражение своих комплексов, своих недостатков. Да, мы смотрим как в кривое зеркало. И мы не пытаемся принять человека таким, какой он есть, и попытаться найти с ним точки соприкосновения, чтобы повзаимодействовать. И мы должны понимать, что когда мы взаимодействуем, взаимодействуем, да, с другим человеком, мы не должны ожидать, что этот человек для нас положит весь мир, а мы, потому что девочки, мы этот мир принимаем. Это хорошо, если так случается, и я только рада, когда отношения выстраиваются по, ну, такой вот, ну, я не побоюсь такого выражения, по старой модели, да, когда мужчина главный, да, убил мамонта, притащил в пещеру, женщина этого мамонта приготовила, да, не рискуя жизнью, ничем, вот он, мужчина. Но сейчас несколько по-другому. Сейчас женщина может, грубо говоря, в кавычках, да, убивать мамонта и затаскивать в берлогу, а мужчина прекрасно и очень здорово этого мамонта приготовит. Здесь разочарование в том, что мужчина не оказался таким героем, как ей хотелось бы его видеть. Поэтому разочарование, поэтому урок. Что здесь в этой ситуации стоит делать? Неблагодарное дело, конечно, советовать в плане кармических уроков что-то, но вы для себя должны понять, что этот партнер как раз-таки является тем человеком, который указывает на ваше заблуждение относительно мужчин, да, относительно того, какие они должны быть именно для вас. То как раз-таки урок говорит, что не должны быть такими мужчинами. Пойми, да, что все мужчины разные, и именно тебе попался такой партнер неспроста, да, чтобы на мир смотреть более такими трезвыми глазами и более, ну, так вот спокойно, адекватно, может быть, местами жестко воспринимать действительность, да. Есть такие мужчины, которые сам с удовольствием заберутся кому-то на шею, да, или на ручки, вот, и будут считать, что за ними нужно ухаживать, потому что они слабые. Ну, есть, да, но давайте мы признаемся, что есть такие мужчины. Я уверена, что многие из вас с такими встречались. Так воспитали, таким родился, таким он стал в процессе взросления. Неважно, вот он есть такой, какой он есть. Что еще у нас здесь? Давайте теперь мужчину посмотрим. Ну, смотрите, конечно же, здесь мужчина хотел бы управлять женщиной, хотел бы ей манипулировать, но он ищет девочке-женщину не слабую для себя, видите, не королеву кубка, в такую сентиментальную, да, вот мягкую. Он ищет для себя императрицу, которая могла бы в себе сочетать все четыре стихии. Она должна быть мягкой, но в то же время может быть жесткой и решительной. Она имеет возможность работать и зарабатывать, но в то же время она может позволить себе заниматься, ну, вот что-то такое, да, вот серии дауншифтеры, да. Я думаю, вы знаете, кто такие люди. Та женщина, которая могла бы приспособиться к любым условиям и уметь ориентироваться абсолютно в разных ситуациях. Это, конечно, у него очень такая глобальная цель, да, и он замахнулся. Я боюсь, что не по силам будет ему пытаться манипулировать такой женщиной. Но вообще для него, как для мужчины, это было бы просто предел мечтаний, когда такая женщина многогранная, разнообразная, с ним мягкая, ласковая, там на работе она зверь, там ее подчиненные боятся только от одного вида, да, она заходит в кабинеты и все, да, вот все вот вытянулись по струнке. А вот с ним она лояльная, да, она его слушает, она к нему прислушается, считает его кумиром. Хочу спросить, что у нас здесь Паш Пентаклий говорит? А здесь Паш Пентаклий говорит, моя дорогая женщина, у меня есть к тебе предложение. И если ты его принимаешь, то мы можем с тобой поговорить, да, между нами что-то будет. И если ты его не принимаешь, тогда с Аляви нам придется разойтись, каждый в свою собственную сторону. Здесь мужчина, вот это вот получается его такая идея фикс, да. Это то, что мужчина хотел бы. Но именно к вам на данный момент у него есть четкое конкретное предложение. Есть идея, как продолжить с вами взаимоотношения, и он вам возможность либо воспользоваться этим предложением, либо нет. Выбор такой вам он предоставит. Кстати, вот этот вот вопрос выбора, возможно, в том числе вы и обдумываете, да, согласиться, не согласиться, ну или как он посмел, да, вот мне предложить такой выбор. Но тем не менее. И тут же он четко заявляет, да, что либо ты принимаешь, и все, да, мы можем дальше договариваться, либо не получается, либо тогда да, нам здесь придется расстаться. Условия могут быть всякие и даже самые, ну, неприятные. Но какой-то вариант возможности спасения ваших отношений в силу своих умственных способностей, да, в силу своего интеллекта эмоционального прежде всего. Здесь человек такое предложение сделал. Хотя, помимо прочего, здесь вы в целом с ним могли бы реализовать совсем новый формат отношений. Не тот, который видите вы, и не тот, который предлагает вам мужчина. Что-то совсем новое по тузу Пентакли. Как будто высшие силы верят в вас и верят в ваши отношения, что вы можете свои отношения превратить во что-то праздничное, стабильное, серьезное. Но каждый из вас здесь все-таки тянет одеяло на свою сторону. Ну, вы говорите, я хочу именно так. И так как ты мужчина, ты должен сделать то-то. Мужчина говорит, нет, моя хорошая, не получится. Я, конечно, может быть, и мечтаю там о супер-пупер-женщине, чтобы ее там покорять, манипулировать. Но он, похоже, подозревает вас, что вы способны стать такой женщиной, да, потенциал чувствует. Поэтому отцепляться здесь от вас не намерен, но он вам предлагает ровно то, что предлагает. Соглашаться вам или нет, это будет ваш выбор. Потому что здесь, ну, видите, две шестерки. Либо ты принимаешь, либо тогда до свидания. Вот, конечно, вам здесь будет над чем подумать в плане предложения мужчины. Иногда бывает так, что это предложение вслух не озвучено, но вы для себя знаете, да, что понравилось бы мужчине и что могло бы вернуть ваши отношения там или их продолжить. Поэтому может быть так, да, что выбор, который мы здесь видим, да, он вслух не озвучен. Хорошо. Правда про вас от мужчины. Какой он вас видит? Честно и откровенно. Итак. Показалось, что вы с девочкой способны на неожиданности. И причем самые неожиданности, на которые вы способны, это все, что касается интимной сферы. Даже если между вами не было интимной связи, мужчина чувствует, что у вас есть что-то такое, что его способны удивить. И удивить таким образом, что ничего себе ты даешь, да, или ничего себе ты тут смелая. Также здесь мужчина, ну, видите, королева кубков, это всегда женщина, которая нравится мужчинам. Это та энергия, на которую мужчины чаще всего залипают. Не факт, что они прилипли как мухи и померли, да, на этом сладком, что остались навсегда, на всю жизнь. Но, тем не менее, из всех королев, да, из всех четырех существующих в колоде Таро, самые манкие и самые такие вот вкусные женщины, конечно, королевы кубков. И мужчины четко понимают, что вы женщина, которая любит купаться в любви, что вы та женщина, для которой любовь, это буквально то слово, которое самое главное на первом месте. Отношения должны начинаться с любви, да, мы должны там жениться, там, сходиться, там, или рожать детей. По любви мы должны жить не потому, что мы друг друга термим, а потому, что мы любим. Здесь мужчина про вас вот такие вещи здесь, конечно, прекрасно понимает. Что еще здесь? Ну, смотрите, но в то же время, видите, вы можете таить в себе элементы неожиданности, которые его, как мужчину, напрягают. Потому что вы порой проявляете не совсем свойственные женщине качества, да, и эти качества больше напоминают мужские. Но я думаю, конечно, когда фею начинают травить, да, или феей начинают пользоваться, фея отбрасывает свои крылья, да, и она берется за метлом. Похоже, здесь вот именно такие ситуации, когда он немножечко в недоумении, что или кто в вас вселился, что вы вдруг меняетесь, да, вот из женщины, которая способна своей лаской растопить любую ледяную глыбу, вдруг вы становитесь женщиной неуправляемой. Здесь показано у нас в карте африканские страсти, но здесь такие, знаете, африканские страсти, которые вот буквально вот на грани какого-то безумия, да, что если это истерика, то это истерика, прям истерище такое, да, что если вы ругаетесь, то вы можете ругнуться таким словом или такими выражениями, которые он от вас в принципе не слышал или вообще в жизни своей не слышал. Порой вот у него действительно про вас возникают мысли, что у вас живет два человека, и причем одна личность. Это ваше обличие, да, это ваша внешность, и это то, что он видит чаще всего. Вторая сущность – это более такие вот какие-то вот брутальные, агрессивные проявления, которые зачастую чаще свойственны, конечно же, у нас мужчина. И еще здесь мужчина именно на данный момент подразумевает, что вы уже можете влюбиться совсем в другого мужчину. Это такая вот параллельная мысль. И почему говорю параллельно, вот как выбор, да, также он или другой мужчина. Вы можете рассматривать такой для себя момент. И у него есть такая чуйка, да, что вы можете заинтересоваться другим мужчиной. И почему, да, потому что такая женщина, как вы, нравится мужчинам и таких женщин, как вы, мужчины, замечают. Что еще он здесь о вас? Ну, здесь я пока, видите, девочки, гадостей на самом деле я и не вижу. Вы та женщина, которая может повести за собой. Вы та женщина, на которую можно опереться. И та женщина, на которую можно положиться. Раз так все хорошо, ну, вот кроме вот этого момента, да, что у вас может там в каждой, там, как там, в каждой милой принцессе, да, или в каждой женщине там живет шальная императрица, алкаш Валера, вот что-то вот такое, да, вот. Вы тоже такая матрешечка для мужчины, что вот что-то внутри порой неизвестно, пока не доберешься до сути. Ну, вот опять же, да, вот непредсказуемость ваша. И, кстати, он вас оценивает гораздо больше, нежели вы оцениваете себя. Ну, вы видите, как будто бы комплекс какой-то ваш сидит, как мужчина считает, и вы из-за своего комплекса не можете позволить себе большего. Это как я услышала от одного мужчину мысль, что женщины настолько закомплексованы, что они не могут позволить себе там быть любовницами. Настолько в них вселили, что это неправильно, это некрасиво. Ну, мы на эту тему здесь с вами рассуждать не будем, потому что не зарекайся, во-первых, вот. А во-вторых, иногда для кармических уроков, для прохождения каких-то кармических ситуаций, люди, которые сами никогда бы про себя не подумали, могут оказаться в подобных ситуациях. Но вот мужчина здесь говорит, что вы не даете себе разрешения на какие-то более такие вот смелые поступки. Вы прекрасная, да, вы гораздо лучше, чем вы о себе думаете. Но в то же время вы настолько в себя не верите, что вам проще взять и уйти, да, или отказаться, даже не попробовать. Такой вот некий страх, который обусловлен комплексами. То, что у вас есть комплексы, здесь мужчина тоже говорит. Но, видите, обидели ваших ангелов, на защиту вышли ваши демоны, вот, и ему это не нравится. Плюс, если вы отказываетесь от каких-то вещей, которые вам не приемлемы, здесь мужчина говорит, в тебе комплексы сидят, да, с комплексами надо бороться. Хорошо, что здесь еще? Вы его, девочки, видите, вот если мы говорим, порой какой-то интимный план, вы его можете удивить, а с другой стороны, что если у вас есть какой-то табу, то это табу, да. Но мужчина здесь говорит, что если ты открытая там или раскрепощенная, то ты должна быть раскрепощенная во многом. К чему вот какие-то здесь у тебя, ну, вот, моменты табуированности, да, вот, моменты закрытости. Если ты поешь свою песню, пою ее до конца. Почему в какие-то моменты здесь раз и такая вот непроходимая, непробиваемая стена. И раз, и сразу отказалась, да. Вроде бы сделала шаг, потом раз, сориентировалась, огляделась по сторонам, говоришь, ой, нет, мне это неприемлемо. И тут мужчина думает, что за комплекс такой в ней сидит. Может быть, напоите внутреннего алкаша Валеру, а тогда не поздоровится. Вот, опять же, вот он говорит, она может быть инициативной, она может быть смелой, она порой меня может поставить в неловкую ситуацию, когда я как мужчина, да, здесь краснею, рабею. Но, с другой стороны, есть и такие моменты, которые непонятны мне, с чего она вдруг раз и тормозит, да, с чего она вдруг раз и не согласна на какие-то моменты, которые, ну, вот, ему вот не поддаются, да, объяснению моменты, почему вы на определенные здесь вещи не соглашаетесь. Ну, я могу понять женщин, которые не согласны быть любовницами, да, в силу там своих определенных каких-то пунктов. Но мужчина говорит, что это комплексы, да, что, в принципе, а почему бы не попробовать, а почему ты останавливаешься, или почему ты раньше позволяла это, а сейчас вдруг ты передумала, да, что такое случилось. Вот непоследовательность в ваших действиях здесь смущает мужчину. Он привык, что вы даете разрешение на что-то, а потом в какой-то момент, да, вот просто в воздухе здесь переобуваетесь. Вы просто можете здесь убежать. Вот это ему непонятно. Так, ну и что еще? Вот прям правда-правда, которая, по его мнению, самая такая, ну, может быть, неприятная, да, или самая такая, которая вам не понравилась бы, его правда о вас. Что вы глубоко одинокий человек. Это первое. Во-вторых, хоть вы и являетесь магнитом для мужчин, но по-настоящему счастливы, и ни с одним мужчиной вы не были. Как будто бы мужчина влюбляется, как будто бы мужчина к вам притягивается, а потом раз и ветром сдуло, и вы одна. И для мужчины, кстати, это тоже загадка. Почему? Он, кстати, мог и сам напугаться того, что однажды что-то его притянуло, а потом раз, и нашелся какой-то момент, в котором он начал для себя думать, и нужны ему эти отношения или нет. Почему это его смущает? Почему это его смущает? То, что вы многое держите в себе. Как будто бы вы знаете ответ на данную разгадку, но ее скрываете по определенным важным для себя причинам. И это как будто бы страшная тайна именно ваша. Почему вы настолько одинокая, что вроде бы и есть внимание других мужчин, но по факту, да, такого мужчину, чтобы за вас держался руками и ногами, он не наблюдает. И он понимает, что вы об этом знаете. Но вы эту страшную тайну и этот секрет держите в себе. вплоть до того, что вот ночами здесь плачете в подушку, потому что здесь такая, очень такая водная, да, эмоциональная карта, когда женщина вся в латах, она закрытая, все держит в себе. И ей проще, видите, развернуться и уйти, нежели дать ответ на этот вопрос. Не пускаете настолько глубоко в свою душу или в свою жизнь, и от этого мужчине здесь не по себе. Вот они, мужчины, рядом. Но почему же вы при этом одинокая? Или почему нету? Здесь даже больше не одиночество идет, а почему нету рядом с вами мужчины, которые бы такое сокровище, на которое западают другие мужчины, просто оберегал бы, охранял и никого бы не подпускал из других посторонних мужчин. Почему так? Вот такая вот здесь, девочки, правда про вас. Я думаю, вам будет здесь над чем подумать, в особенности над своим уроком, который вы проходите с этим партнером. Что вы не проработали, что вы должны понять, это ваши должны быть выводы, потому что это ваш урок. Вам его не помогают проходить, но и не мешают. А дальше все будет зависеть от того, как вы выйдете из этой ситуации. Я напомню вам девиз нашего канала, здесь вижу прекрасную карту. Звезды, да, или звезда. Вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. А звезды у нас всегда о планах. Звезды это также мечты. Поэтому я желаю, чтобы ваши мечты через какое-то время становились реальностью, чтобы вы были счастливы, довольны собой. И желаю вам всего самого-самого наилучшего. Надолго не прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.